Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 119 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. На столицу города Якутск приходится 37 новых случаев. В основном это случаи из контактных лиц у заболевших ранее граждан города Якутска. В Мирненском районе 26 случаев. К сожалению, несмотря на высокий темп вакцинации в Мирненском районе, тем не менее количество заболевших уже практически приравнивается к городским. И надеюсь, что все-таки оперативный штаб Мирненского района усилит работу по соблюдению указа главы Республики Саха-Якутия о применении мер административного воздействия, направленных на нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. Так как есть ряд позиций именно в Мирненском районе, по которым непосредственно выявлены не контактные с очагов, а новые очаги на ряде организаций Мирненского района. Хоть и небольших, но тем не менее. Связаны с тем, что после Нового года вышли на работу достаточно большое количество населения. Алданский район 12. Цитивакция, значит, определено граждан сегодня, зараженных в Нюрненгринском, 11-го. В 11 районах Республики фиксируется от 1 до 7 случаев. Необходимо обратить внимание на то, что стабилизировалась ситуация в Ивенопытантайском и Аймеконском районе, там, где были, так там, где ситуация была достаточно напряженной. За сутки в Республике проведено 2533 исследования. Необходимо обратить внимание, что по сравнению вообще с последними двумя неделями, это достаточно высокий показатель. И он связан в том числе и с большим кругом непосредственно контактных лиц. А это значит, что вокруг за один раз заболевшего гражданина достаточно большое количество возникает контактных лиц. Помимо семей, это еще и, соответственно, предприятия. Поэтому еще раз обращаю внимание, в случае выявления в организации, на предприятии лица заболевшего коронавирусной инфекцией, соблюдение всех требований, начиная от обработки помещения, заканчивая, соответственно, с выводом работников, которые контактировали на домашний режим работы, удаленный режим работы, они соблюдают, должны сохраняться. Они не то что сохраняются, они сохраняются и должны соблюдаться. Я уже обращала внимание, что сейчас с нами основной задачей является вакцинирование. На территории республики сегодня вакцина должна была поступить. Ее поступление перенесено на понедельник. У нас на настоящий момент выполнено порядка чуть больше 50% вакцинировано, исходя из той вакцины, которая поступила на территорию республики. Необходимо обратить внимание, что в лидерах по вакцинированию находится город Якутск, где уже провакцинировано 6 101 человек, в Илюйске 615, в Мигино-Кангаласском 669, в Нербинском 630, в Аймеконском 225. На настоящий момент те улусы, в которых уже непосредственно в полном объеме выполнены требования по вакцинированию, исходя из поступившей вакцины, также продолжают составление списков, исходя из того, что на вакцинирование может прийти любой гражданин, но, соответственно, определенные приоритеты будут отдаваться при составлении списков работникам тех, которые контактируют, и, безусловно, нашим пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями. К сожалению, меньше всего в небольшом количестве продолжают вакцинироваться в Кабяйском районе, всего 110 человек, и, соответственно, на настоящий момент не выходят из своего небольшого количества отвакцинированных в Иссалданском и Татинском улусах. На настоящий момент мы долгое время, в течение двух недель, не могли отправить вакцину в связи с погодными условиями в Абы и Олегминск. Сегодня в Абы и Олегминском вакцина поступила, у нас в республике осталось еще четыре улуса, в которых из-за погодных условий вакцину доставить нам не удается. Тем не менее, учреждения здравоохранения работают над тем, чтобы непосредственно граждане могли записываться, и при поступлении вакцины сразу этот вопрос был решен. Моменты, на которые бы я хотела обратить внимание сегодня отдельно, еще раз, достаточно много в социальных сетях распространяется информация, от имени различного рода неизвестных инфекционистов, анонимных инфекционистов, которые говорят о том, что перед вакцинированием в обязательном порядке сдача того или иного анализа на новую коронавирусную инфекцию. Такого требования не предъявляется. При составлении списков, затем наши центральные районные больницы сверяют наличие человека в федеральном реестре непосредственно зараженных или переболевших, тех, кто попадался в поле зрения медицинских организаций, также проверяют с точки зрения медицинского состояния и потом лишь только допускают вакцинации. Поэтому все предварительные процедуры, соответственно, нашими медицинскими организациями проводятся, и это не требуется. И второй момент, на который я бы хотела обратить внимание. В ближайшее время будет решен вопрос о возвращении наших высших учебных заведений и средних специальных образовательных учреждений к режиму очного обучения. Будет определён график, и, соответственно, сегодня график будет доведён до родителей, и, соответственно, будут приняты ряд мер для того, чтобы усилить вакцинацию, в том числе и среди нашего студенчества. Поэтому на настоящий момент прорабатываются два вопроса. Это увеличение объёма провакцинированных студентов и преподавателей, особенно преподавателей возрастных, для того, чтобы они могли вернуться в аудиторию. Второй вопрос связан с тем, что непосредственно сами по себе билеты, которые сегодня предусмотрены со скидкой, они у нас действуют до 1 февраля 2020 года. Учёба, безусловно, если очная будет, она наступит немного позже. На настоящий момент ведутся переговоры, и решается вопрос о продлении срока для выезда студентов на льготных условиях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.